Привет всем жителям самого крутого в городе индустриального района. Района, который в последние годы преображается к лучшему. И уходящий 21-й не стал тому исключением. Наоборот, нам с вами есть чем гордиться. Наш индустриальный был очень насыщен ремонтами, реконструкциями, благоустройствами. И отдельно стоит отметить инфраструктурные преобразования. Район и весь Днепр развивается. А реализация программы Бориса Филатова «Город без окраин» в этом году только увеличила обороты. Поддержка мэра, депутатского корпуса, главы общественного совета, неравнодушие активных жителей, конструктивная позиция многих председателей ВСНД воплотились в прекрасный результат. Поэтому прежде чем представить отчет работы нашей команды за год, хочу поблагодарить каждого в причастнике. У нас всех общая цель – жить в самом комфортном районе, в самом лучшем городе. И за уходящий год мы здорово продвинулись к цели. Но давайте обо всем по порядку. У жителей индустриального района в этом году появились новые места для отдыха, построенные по современным стандартам. Настоящей гордостью стал открытый в день города сквер на Слобожанском проспекте. На территории в несколько гектаров расположились игровые зоны для детей разных возрастов, спортивная площадка, места для отдыха. Здесь высадили более сотни деревьев разных пород – клёны, сакуры, платаны и другие деревья. А новый газон с автоматическим поливом насчитывает тысячи квадратных метров. Маленьких гостей привлекают игровые и спортивные зоны. От тех, кто постарше – возможность отдохнуть в красивом месте. Для безопасности здесь расположены видеокамеры и тревожные кнопки. Популярность новому скверу добавляет его расположение и легкодоступность. Открытие сквера на день города стало прекрасным подарком жителям индустриального и АНД районов. В этом году и активная молодежь индустриального получила прекрасный уникальный скейт-парк. Первый и единственный на левом берегу. Одна из его особенностей – скейтерская чаша, так называемый бол. Она самая большая в Украине, насчитывает четыре секции. Уже до официального открытия бол облюбовали подростки со всего районной окрестности. С утра до вечера здесь катаются сотни любителей самокатов, роликов, велосипедов и скейтов. А сама идея скейт-парка пришла после реконструкции сквера имени Саши Усачева в прошлом году. Там появился технопарк для маленьких деток. А вот активные подросткам на скейтах стало тесновато. И тогда сбылась мечта многих тысяч мальчишек и девчонок района. Город одобрил и профинансировал проект дальнейшей реконструкции сквера Усачева. Преобразились и территория вокруг. Вместо старого потрескавшегося асфальта – новая плитка для пешеходов и новое асфальтное покрытие для любителей активного отдыха. Освещение сделано с нуля. Скейтерский бол подсвечивает большие мачли. Со стороны улицы Гули Королевой выполнена оригинальная светящаяся входная группа. Такого здесь никогда не было. Строительство и благоустройство сквера Усачева и скейт-парка будет продолжено и в наступающем году. Приятные сюрпризы еще не закончились. На улице Калиновой в районе улицы Обрасова находится сквер имени Владимира Клочко. Это едва ли не единственное место для отдыха жителей индустриального и НД районов, которые живут неподалеку. Сквер до нынешнего года был, мягко говоря, очень уставшим, изношенным, устаревшим, морально-физически. Жители Калиновой в прошлом году обратились к нам с просьбой о реконструкции. Когда начали заниматься, выяснилось, что территория даже не стояла на городском балансе. При поддержке городских властей, а именно мэра Бориса Филатова, удалось и поставить на баланс данную территорию и решить вопрос о ее реконструкции. Специалисты полностью перепланировали сквер с максимальным сохранением деревьев. Более того, в обновленном сквере высадили сакуры, туи, можжевельники и другие зеленые насаждения. Здесь появился новенький газон. Вместо советского изношенного асфальта тротуарная плитка для пешеходов. Новые лавочки и урны. Территорию оградили заборами. Вынужденная мера, чтобы уберечь от вандалов. Теперь отдыхать здесь одно удовольствие. Новый сквер претендует на то, чтобы стать местным центром проведения разных мероприятий. Конечно, когда отступит пандемия. Очень рад за активных калиновцев и желаю дальнейшего развития микрорайона. А мы со своей стороны всегда готовы участвовать. Жилмассив Левобережный 3. В этом году ремонты, реконструкции и благоустройства коснулись в очень хороших объемах. Здесь весной появилась вторая на всем Левобережье площадка для выгула собак. Собаководы Жилмассива давно просили выделить и оборудовать место для прогулок со своими любимцами. И в этом году мечта стала реальностью. Сейчас на месте пустыря в районе разворота трамвая функционирует достаточно просторная площадка для выгула собак. Она оснащена специальными снарядами, чтобы сделать прогулку для четвероногих более веселой и насыщенной. Многие собаководы обучают здесь своих любимцев разным трюкам и командам. Отрабатывают элементы дрессировки. После открытия площадки наша команда совместно с администрацией района провела озеленение по периметру. Вокруг площадки высадили красные и астролистные клёны, туи и полторы сотни декоративных кустов. Таким образом, одной новой локации на жилмассиве стало больше. Но это была только первая ласточка. О других новшествах на массиве расскажу дальше. Еще одним масштабным реализованным проектом на Левобережном 3 стала реконструкция стадиона школы номер 147. Теперь здесь новое футбольное поле с современным искусственным покрытием и беговыми дорожками. А еще весной был самый настоящий пустырь, по которому в сырую погоду нельзя было нормально пройти. Это первый большой новый стадион на жилмассиве за все время его существования. Я говорю реконструкция, хотя де-факто это было строительство с нуля, вплоть до планирования территории бывшего пустыря. Проект большой и амбициозный. О нем еще год назад заявляла команда Бориса Филатова, которую я имею честь представлять в индустриальном районе. Выборы прошли, и оппоненты вместе с извечными скептиками были уверены, что никакого стадиона в обозримом будущем не предвидится. Но у руководства города есть политическая воля к планомерному развитию города и всех его жилмассивов. Теперь здесь занимаются физкультурой школьники и тренируются юные спортсмены. А жители Левобережного-3 любого возраста могут заниматься пробежками, поиграть в футбол на классном покрытии. На таком поле и активность в удовольствие. Также в школе 147 заменено ограждение по всему периметру. Реализация проекта стала возможна при поддержке мэра города Бориса Филатова и главы общественного совета Геннадия Корпова. Развитие спортивной инфраструктуры жилмассивов получило мощный толчок. Уверен, что дальше это направление будет еще быстрее прогрессировать. Главное, чтобы жители ценили и берегли, а за нами, как говорится, не заржавеет. Работы по благоустройству на улице Михновского стало первой реконструкцией вне дворовой пешеходной зоны на жилмассиве Левобережный-3 со времени появления Аллеи Мира. Жители проявили активность, подали в апреле заявку на реконструкцию и дружно собрали подписи. Город пошел навстречу и очень оперативно. Заявка была выполнена этим же летом. Вместо старых плит и дрявого советского асфальта на этом участке Михновского теперь тротуарная плитка, новые бордюры, лавочки, урны. Также установлено новое освещение. В темное время суток теперь здесь приятно гулять и отдыхать. Теперь длинная Аллея Мира утратила прогулочную монополию на Левобережной. На массиве создан очередной благоустроенный оазис. А наша конечная цель – превратить в оазис весь район. В уходящем году в индустриальном районе было сразу несколько локаций, где капитально ремонтировались внутриквартальные дороги. Причем на одной из них масштабы были очень впечатляющими. Речь идет о реконструкции сразу нескольких кварталов в районе улиц Калиновой и Образцова. Давайте с них и начнем. Итак, летом прошла масштабная капитальная реконструкция дорог во дворах по адресам, которые вы видите на экране. Всего уложили 24 тысячи квадратных метров асфальтного покрытия дорог и тротуара. Таких ремонтов дворы Калиновой не видели со времени постройки. С жителями каждого двора мы провели отдельную встречу, чтобы максимально согласовать пожелания. На смену надоевшим ямам и разбитым бордюрам пришло новое дорожное покрытие. Отмечу, что в этих дворах не просто перестелили асфальт. Во всем микрорайоне построили дополнительные карманы для парковок, сделали подходы к подъездам, обустроили карманы для твердых бытовых отходов. Еще недавно сюда очень не любили заезжать по заказу таксисты и курьеры, а местные автомобилисты очень страдали от бесконечных ям. Несладко было и пешеходам, тротуары либо отсутствовали, либо были совершенно изношены. Сейчас микрорайон преобразился. И это касается не только автомобильных дорог и новеньких тротуаров, выполненных со специальным понижением. В рамках реконструкции здесь построены новые пешеходные дорожки, в том числе к школам и садикам. Провели большую работу по освещению, установили опоры и новые фонари. Ходить стало не только ровно, но и светло. Дворы микрорайона приобрели совсем другой вид. Как следствие, активные жители разбили в отдельных дворах красивые палисадники, цветники и клумбы. Комплексная реконструкция микрорайона была выполнена в рамках программы Бориса Филатова «Город без окраин». Комплексная реконструкция микрорайона «Город без окраин» А мы снова на райончике. Это улица Тверская, дом 19. Он славится своей феноменальной самоорганизацией и активностью. То, как жильцы заботятся о своем дворе и доме, пример, достойный подражания. Во многом благодаря прекрасному председателю СМД Светлане Ивановне Бардаковой. Но с дорогами и тротуарами в Большом Дружном Дворе дела обстояли очень плохо. Конечно, никакие активности и субботники не заменят капитальной реконструкции. И в этом году на Тверской 19 прошел капитальный комплексный дворовой ремонт дорог и тротуаров. Расширили парковочную зону за счет пустыря, выполнили понижение для колясок. Цветущий, светлый и красивый двор наконец-то стал выглядеть окончательно гостеприимным. Здесь теперь можно пройти и не споткнуться. А уж за радость автомобилистам я вообще молчу. Им стало комфортнее в разы. Ремонты внутриквартальных дорог на райончике продолжаются. И дворы с активными, неравнодушными, конструктивными жителями всегда будут в приоритете. Поговорим о ремонтах в многоквартирных домах. Это одна из животрепещущих тем, потому что наши дома, как правило, старше 30 лет. А так называемые хрущевки и сталинки так вообще были построены 60-70 лет назад. Конечно, все изношено и толком не делалось десятилетиями. Но с приходом команды Бориса Филатова дело сдвинулось с мертвой точки. И многие за последние годы это ощутили. Но давайте о ремонтах года уходящего поподробнее. На ремонты подъездов заявок поступает традиционно много и пытаемся их выполнить по максимуму. В этом году в наших округах отремонтировано большое количество подъездов. И это только то, что выполнили за бюджет. Заявок на следующий год тоже много. Будем продолжать. Стоит отметить о том, что сохранились темпы по замене старых окон в подъездах на металлопластиковые. Это городская программа по энергосбережению, которая остается актуальной и приоритетной у города. В 2021 году новые окна получило огромное количество подъездов, в том числе и дома у СМД по программе софинансирования. Благодаря этому сотни, а масштаба города тысячи семей сэкономят на оплате отопления. Не говоря о комфорте в самих подъездах. Отмечу также активизацию работ по замене входных групп. Проще говоря, стали активно менять и двери в подъездах, добавляя энергосберегающие металлопластиковые. Это тоже очень важно и жильцы уже отмечают положительные изменения в комфорте и экономии тепла. Еще одна болезненная тема – состояние крыш. Это дорогостоящий и достаточно длительный по времени вид работы. В 2021 году в наших округах индустриального отремонтировано десятки крыш. На самом деле состояние кровли – проблема всего дома, а не только верхних этажей. Когда жильцы консолидируются и подают заявку на ремонт, после обследования специальной комиссией заявку обрабатывают и ставят в очередь на выполнение. Всем сразу сделать невозможно, но рано или поздно приведем в порядок все крыши. То же самое касается труб в подвалах и замены внутридомовой электропроводки. Выполнение заявок по данным видам работ в 2021 продолжилось, и темпы мы не сбавляли. Старые системы мало того, что израсходовали свой ресурс, но и были рассчитаны на совершенно другие нормы и потребности. В первую очередь это касается электрики. Но все больше домов и подъездов, где уложены новые кабеля, а в подвалах новые долговечные трубы. Еще одно важное направление – сооружение защитной отмостки по периметру дома. Это то, что защищает здание от так называемого подмывания из-за осадков. Это то, что не бросается в глаза, как та же текущая крыша. Но чрезвычайно важное необходимое дело. В этом году были выполнены отмостки во многих домах. Немало досталось многоэтажкам на Левобережном 3, на проспекте Мира, где проблемы подмывания особенно актуальны из-за расположения домов на склоне холма. Теперь у них новый защитный поезд, а у нас заявки на отмостки на другие дома. Обновление в школах. Программу системных ремонтов и реконструкций в школах района, стартовавшую несколько лет назад, продолжили выполнять и в уходящем году. В 2021-м трендом программы стали реконструкции в столовых и санузлах. Это места общего пользования в учебных заведениях, которые подвергаются, если можно так выразиться, повышенной нагрузке. Город взялся за реконструкцию. И в одном только нашем индустриальном районе сразу ряд школ обзавелся новыми столовыми и туалетами. Среди них школы 7 и 45, где ученики уже завтракают в новых столовых и пользуются новыми санузлами. Также санузлы реконструировали и в 118-й школе. А 147-й на Левобережном 3, как я уже и упоминал, по периметру полностью заменили старое ограждение на новое. Все наши школы были построены в советское время. И проблемы там точно такие же, как и в старом жилфонде. И как видите, город двигается вперед в этом направлении. Шаг за шагом, год за годом наши учебные заведения обновляются. А в красивой, современной школе и знания получать приятнее и работать. Ремонты в общежитиях. Состояние общежития – одна из болезненных тем жилищного хозяйства города. Практически все эти здания когда-то были ведомственными, принадлежали разным предприятиям. Как правило, впоследствии выкупленными и обанкротившимися. Многие общаги до сих пор так и не переданы на баланс города. По некоторым идут суды, некоторые в аресте, как залоговое имущество. Но и те здания, которые городу все-таки с боями удалось забрать, переданы в ужасном состоянии. С общими счетчиками и громадными долгами. Город работает над этим и понемногу побеждает. Ровно год назад отремонтирован знаменитый Пентагон в конце проспекта Слобожанского. В январе сдвинулся с мертвой точки электрический вопрос по осенней 19. Там уже завершен процесс создания ОСМД. Капитально отремонтирован лифт, кровля, подъезд. Жильцы совместно решают вопросы с индивидуальными электросчетчиками. Весной стартовали ремонты всех подъездов общежитий индустриального района по таким адресам. Улица Осенняя, 15, Слобожанский проспект 97, Слобожанский проспект 105, улица Воронежская, 2 и Столетова, 9. Кроме ремонта в этих домах заменили подъездные окна на металлопластиковые. Поставили дополнительные двери при входе. По некоторым адресам отремонтировали кровлю и заменили балконные блоки. Жильцам стало намного теплее и экономнее. Я не устаю повторять. Да, не все сразу, не всем. Да, не будет только популярных и только популистических решений. Но есть политическая воля, есть желание и полная поддержка команды Бориса Филата, которую я имею честь представлять в индустриальном районе. Инклюзивный центр на Слобожанском. Очередная новая гордость индустриального района, новый инклюзивно-ресурсный центр номер 2. В этом году прошла капитальная реконструкция первого этажа здания по проспекту Слобожанский 46А, где и расположен этот центр. Это учреждение, которое создано с целью реализации прав детей с особыми образовательными потребностями для получения дошкольного и общего среднего образования. Раньше на весь город был один такой центр в Диевке. Теперь у детей с особенностями развития, проживающих на Левом берегу, появилась прекрасная возможность заниматься со специалистами поближе к дому. В центре работают логопеды, реабилитологи, сурдопедагоги, тифлопедагоги и другие узкие специалисты. Здание бывшего района является одним из старожилов райончика, построенного в далеком 1957 году. Поэтому после принятия городом решения о создании инклюзивного центра на Левобережье, стало понятно, что косметическим ремонтом здесь не обойтись. По сути, первый этаж практически снесли и построили, перепланировали заново. Полностью заменена электрическая система, система теплоснабжения, водопровод и канализация. Все старые окна и двери на первом этаже заменили на металлопластиковые. В центре появились современные игровые комнаты, залы для занятия лечебной физкультурой, кабинеты для занятия с узкими специалистами. И все это оборудовано соответствующей техникой. Отдельная благодарность Департаменту гуманитарной политики за реализацию такого необходимого проекта. Благоустройство инфраструктуры для детей в индустриальном районе вовсе не ограничилось скейт-парком в сквере Александра Усачева. В нынешнем году появились несколько новых детских и спортивных площадок. Прекрасная внутридворовая площадка для спортивных игр открылась во дворе по улице Батумской в районе дому 8 и 10 в июле. На ее месте была старая площадка со старым забором, покрытием из старого щебня в перемешку с землей. Одним словом, наследие прошлого века. То, что осталось. А двор здесь большой на четыре дома, которые объединены в одно из СМД, во главе с очень энергичным председателем Мариной Коваленко. Очень много детей и большая потребность в обустроенной площадке для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол. Руководство города пошло навстречу жителям активного объединения. Были выделены средства и реализован проект по капитальной реконструкции игровой площадки. Из старого здесь осталась только территория. Все новое – ограждения, ворота, баскетбольные кольца и самое главное – современное антитравматическое прорезиненное покрытие. Падение на новой площадке безопасно, а командные игры комфортны и приятны. В июле мы торжественно открыли эту площадку, а жильцы во главе с председателем обязались поддерживать порядок и беречь. Кстати, это первая на райончике внутридворовая новая площадка для мини-футбола. Есть еще две на территории 7-й и 14-й школы. Но во дворах это первая, и я уверен, что не последняя. Твор на Софи Ковалевской 77 вошел в комплексную реконструкцию дорог, о которой я уже рассказывал раньше. Помимо дорог и тротуаров, большой двор остро нуждался в детской площадке. Территория довольно большая, но поиграть детям особо негде. Жители подали заявку, и в июне здесь были построены новые детские площадки с антитравматичным покрытием. Горка, качели, карусели, закрывающиеся песочницы – все сделано с нуля. Дети с удовольствием теперь гуляют здесь, а родители и бабушки, и дедушки могут следить за ними, в том числе на новых лавочках. Жители этих дворов были долгое время уверены, что улучшения их никогда не коснутся. На самом деле мы постепенно доберемся везде. А вот двор на проспекте Мира. Он небольшой, от старой площадки мало что осталось. Летом здесь построили новую детскую локацию, тоже с антитравматичным покрытием. И посмотрите, как приятно стал смотреться дворик. Ведь детские улыбки делают красиво любое место. Поэтому, друзья, детская инфраструктура была, есть и остается в приоритетах команды Бориса Филата. И там, где жители готовы хранить и беречь новое, где они готовы непосредственно участвовать в улучшениях, таким домам и дворам идут навстречу в первую очередь. И таких дворов в индустриальном очень много. Мы все хотим жить в комфортном и уютном городе. Хотим гулять в светущих и светлых дворах в своих микрорайонах. Программа Бориса Филатова «Город без окраин» направлена на увеличение уровня комфортности жизни как раз в микрорайонах. Одним из аспектов программы – озеленение. Аварийные деревья во дворах обрезают по заявкам жителей после обследования специалистами. Это прежде всего безопасность. И одновременно на протяжении нескольких лет идет высадка саженцев и кустарников. Это и городская программа, и инициатива ОСМД, домокомитетов, активных граждан. Я очень рад, что неравнодушные жители с удовольствием подключаются к озеленению своих дворов, выходят на субботники, ухаживают за саженцами, поливают и удобряют их. Это прекрасный пример и для детей, подрастающих жителей города. В нынешнем году высаживали деревья в очень многих дворах индустриального района, а коммунальщики и подрядчики озеленяли скверы, парки и зоны отдыха. Появились саженцы на больших аллеях проспекта Калнышевского, проспекта Мира, улиц Калиного и многих других. Для нашего промышленного индустриального района это очень важно и здорово. Также во многих дворах района появились новые лавочки, урны, заборчики для палисадников и другие элементы благоустройства. Друзья, это все звенья одной цепи и единой концепции комфортного города. Повторюсь, нам досталась изношенная инфраструктура, которой никто не занимался десятилетиями. Поэтому постепенно, но настойчиво занимаемся облагораживанием и очень гордимся, когда жители подхватывают инициативу или вообще сами ее проявляют. Еще одно новшество – строительство закрытых площадок под контейнеры для бытовых отходов. В этом году во многих плакациях появились такие площадки, причем зачастую фундамент под ними делали с нуля. Нам всем никуда не деться от отходов и контейнеров под мусор, но мы можем придать месту сбора и вывоза вот такой эстетичный вид. Согласитесь, совсем другое дело. Еще один аспект – освещение. Очень активно продолжилась начатая несколько лет назад программа по установке новых опор и фонарей и реконструкции и ремонтов того, что давно вышло из строя. Жители видят сами, что темных пятен в районе все меньше, на больших улицах их нет давно. Пожалуй, не осталось такого двора, где нет ни единого фонаря. Более того, продолжилась практика комплексного освещения, когда устанавливается сразу несколько десятков и даже сотен метров новой линии. Одним словом, медленно, но верно движемся к комфорту, чистому, светлому и безопасному району. На протяжении нескольких лет стало доброй традицией проводить праздники и мероприятия. Раньше очень многое реализовывали совместно с проектом «Райончик». А в этом году география расширилась и на другие жилмассивы индустриального района. К сожалению, в этом нас сильно сдерживали карантинные ограничения. Но как только они ослабевали, мы времени зря не теряли. Очень крутое празднование дня города прошло в сентябре на райончике в сквере имени Саши Усачева. Мероприятие длилось 10 часов подряд и включало массу локаций. В спортивном блоке выступали представители клуба восточных единоборств. На центральной сцене прошел прекрасный концерт, где жители порадовали команды «Лала Бэнд», «Шейкс», «Неро», «Противогаз», «Диджей Малевич» и другие. Выступили таланты с райончиком. В технопарке детей развлекали аниматоры и гимнаст. Праздник посетила большая колонна байкеров. Это клуб «Ангелы», который уже второй год подряд заезжает к нам на День города. Много призов и конкурсов, разных шоу. Программа праздника была насыщенной и всем понравилась. Пообщаться и пофотографироваться с жителями индустриального приехал даже Борис Альбертович Филатов. Он тоже проникся атмосферой праздника. Те, кто был в центре города, отмечают, что на райончике было ничуть не хуже, а в чем-то даже и лучше. Праздник запомнился. А в следующем году, если пандемия отступит, отмечать День города будем уже в обновленном сквере Усачева со скейтпарком, новыми аллеями и благоустроенными локациями. Кроме Дня города, наша команда участвовала в праздновании Масленицы. Совместно с коллегами-депутатами, представителями бизнеса и с волонтерами райончика устроили отличный праздник проводов зимы. Кроме большой развлекательной программы было много вкусностей. Весну встретили прекрасно, а в феврале ранее мы устраивали День влюбленных, а в октябре большую фотозону из сены и тыквы. Одним словом, сквер Усачева стал сосредоточением интересных и ярких ивентов. Летом мы провели большие детские праздники на райончике и Левобережном совместно с активами этих жилмассивов. Насыщенная конкурсная программа, выступления детских творческих коллективов, активные развлечения эстафеты, угощения. Детскому восторгу не было предела. Также праздники прошли на Софье Ковалевской и Калиновой. Деток развлекали аниматоры, мастера аквагрима. А в августе на райончике и на Левобережном 3 мы провели настоящие пенные вечеринки. Это было очень здорово, весело и эмоционально. На Левобережном помимо пены гостей праздника порадовали пожарные. В жаркую погоду поливание водой было очень актуально, а уж эмоций было масса. На протяжении всего года мы с командой регулярно проводили дворовые детские праздники. Это очень здорово, когда за развлечениями не нужно собираться и куда-то ехать. Когда сказочные герои приходят прямо во двор и дарят радость маленьким жителям. Запущенный в прошлом году проект футбольных матчей район на район продолжился и в нынешнем году. Инициатор проекта Владимир Мамченко. Он же и организатор самих поединков на стадионе школы номер 7. Владимиром помогают волонтеры, а наша команда взяла на себя материальное и административное обеспечение игр. Матчи прошли в бескомпромиссной борьбе и каждый раз трибуны были со зрителями. Футбольный клуб райончик играл с командой Левобережного, Воронцовки и поселка Слобожанское. Больше матчей помешал организовать карантин. Надеюсь, в следующем году ситуация исправится. Да и одним новым стадионом в индустриальном районе уже больше. Ждем футбол район на район и на Левобережном 3. Еще один совместный проект нашей команды с райончиком кинотеатр под открытым небом. На большой фестивальной поляне за ДК Металлургов по выходным проходят прекрасные сеансы на громадном экране. Это также инициатива Володи Мамченко, которую я поддержал три года назад. И Володя вместе с друзьями, волонтерами начали третий сезон подряд организовывать бесплатные просмотры. Хочу отметить, что идею давно подхватили и другие районы города. Такие просмотры устраивают жители Игрении, проспекта Мазепы, других районов города. Но на райончике кинотеатр самый масштабный и красивый. Зрители располагаются прямо на газоне. Можно выпить стаканчик кофе, а если похолодает, завернуться в плед. Очень душевный проект и горжусь, что в нашем индустриальном районе такое есть. Всегда поддерживал и буду поддерживать народную инициативу. В тех дворах, где жители готовы своими силами наводить порядок, мы участвуем финансово. Помогаем материалами, расходниками. Зачастую дарим лавочки и урны. На то, как преображаются дворы силами самих жителей, очень приятно смотреть и вдохновляться. Участвовала наша команда и в Большом Субботнике на Котловане, организованном райончиком. Мероприятие стало ежегодной традицией. Каждый раз убирать приходит все больше людей. Конечно, убирают как раз те, кто не мусорит, но такая жизнь. Помогли материалами и техникой на двух уборках озера Куличево на Левобережном 3. Там люди начали самоорганизовываться и впервые провели Большие Субботники. Это прекрасные места для отдыха и жители начинают осознавать и ценить их. Друзья, это на самом деле краткий обзор отчет о проделанной работе в уходящем году. Хочу поберечь ваше время и не грузить всеми видами работ и адресами. Кто желает, может ознакомиться с ними в открытом доступе на сайте Городского совета. А на следующий год у нас, как всегда, грандиозные планы. Они касаются и благоустройства, и ремонта в сфере ЖКХ, и реализации инфраструктурных проектов, и многое другое. Уверен, что все у нас получится. Есть поддержка мэра города Бориса Филатова. Есть понимание и поддержка главы общественного совета Геннадия Олеговича Корбана. Есть взаимодействие с коллегами-депутатами. Есть ваша поддержка. За это вам огромная благодарность. Поэтому с уверенностью двигаемся дальше. Всем позитива, успеха, всех люблю и обнимаю. Ваш Сергей Пустовой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова